Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть у испанцев в наших краях одно довольно популярное блюдо. Оно простецкое. Это пивные колбаски в пивном же соусе с картошкой. Правда, довольно часто в окрестных заведениях торопятся упростить жизнь и вместо именно пивных колбасок используют промышленно изготовленные сыры такие, типа наших купад. Но сегодня я собираюсь приготовить все как положено и начну с колбасок. Это у меня свинина плечо, это говядина нежирная и это грудинка достаточно жирная. Мясо охлаждено до 0 градусов. И все это надо нарезать кусками, такими полосочками для мясорубки. Отлично. Говядину надо пропустить через мясорубку отдельно от свинины и не торопиться со смешиванием. Дело в том, что она гораздо тяжелее измельчается, чем свинина. Поэтому ее надо отдельно от свинины измельчить, иначе останутся кусочками такими красными в фарше говядина. Уберу ее пока в холодильник. Очень важно, чтобы от начала нарезки до окончания набивки колбасок температура сырья не превышала 12 градусов. Иначе скорее всего получим при тепловой обработке бульонный отек. Так, эту партию тоже в холодильник пока. Пусть остывает, а я займусь измельчением говядины. И на этом этапе нужно добавить к мясу обычную поваренную соль и пиво. Но очень важный момент. Идеальный PH для фарша, предназначенного для приготовления сосисок, сорта или к вареных колбас, это 6,2-6,4. У пива PH у готового 4,4,6, то есть значительно ниже. Для того, чтобы уровень PH мяса приблизить к нужному, к идеальному, нужно добавить в фарш пищевые фосфаты. Точно такие же, какие, например, добавляются, только в гораздо большем количестве, там 8 раз больше, в обычный плавленый сыр. Делается это для повышения влагодерживающей способности мяса. То есть, короче, чтобы не получить бульонный отек при приготовлении. Купить фосфаты можно в интернет-магазинах, ссылки в описании оставлю. Добавляю, естественно, сейчас все эти самые, всю эту химию, как вы сейчас скажете, соль, пиво, пропорционально весу того мяса, которое буду замельчать. Пиво у меня охлаждено тоже практически до нуля градусов. И немного колотого льда. Всего добавляемой жидкости должно быть 20% к весу фарша. То есть, лед плюс пиво – это 20% к весу фарша. Отлично. Эмульсия получается просто замечательная. А теперь те же самые процедуры со свининой. Мой измельчитель за один раз может справиться не более, чем с полкилограмма мяса, поэтому приходится действовать по частям. Супер! Вот сейчас можно добавить все пряности и все окончательно перемешать. Перец черный молотый, гранулированный чеснок и перемешать. Помним про температуру, да? Если начала расти, лучше отправить пока всю эмульсию в холодильник, пусть остынет. Отлично. Эмульсия готова. Набивать колбаски я буду при помощи китайского шприца с Алиэкспресса. Обзор на канале был. Ссылку на шприц под роликом оставлю. Для набивки замочил натуральную барабельную череул. Она у нее уже 2 часа в прохладной воде отмокает. Это, кстати, отъем колбаски серии Экстра. Остальные серии зачастую так себе, бывают там дырочек много, непрочные, а это прям вот хороша. Так, набивать плотно не надо. Эту плотность позже перекручиванием доберу. Сначала надо выдавить фарш из цевки, чтобы пузырь воздуха ушел. Обвязать, только потом можно уже набивать. Теперь перекручивание. Вот в этом колене и в этой цевке осталась куча фарша. Если у вас нет колбасного шприца, то можно немножко покорячиться и сделать все без него. Сейчас все покажу. Беру кулинарный мешок, можно даже обычный полиэтиленовый взять пакет. Кладу сюда эмульсию на стол. Пищевую пленку. Конец пакета отрезать. И выдавливаю из пакета эдакие колбаски. Теперь несколько движений самым кончиком ножа, чтобы заточка не испортилась. И теперь скручиваю вот эти колбаски, как конфетку. Остается обвязать концы и все. Если колбасок вы наготовили очень много, то можно их подвергнуть тепловой обработке в духовке. 80 градусов, включенный режим конвекции. Минут 15-20, зависит от диаметра, конечно, и все. Если колбаски у вас в пленке, а не в нормальной оболочке колбасной, то, конечно, только в кипяток можно отправлять. Никакой духовки в этом случае. Ну и все. Нагрев под кастрюлей с кипятком, конечно же, выключен. Пока колбаски подвергаются тепловой обработке, я пока уберу колбасный шприц и подготовлю все остальные продукты, которые требуются для сегодняшнего рецепта. Субтитры подогнал «Симон» Так, это та, которая в пленке готовилась. Вкусно. Однозначно вкусная такая колбаса-сосиска, но блюдо, о котором я сегодня говорил, еще не готово. Немного масла растительного сюда. Оно должно нагреться. А теперь картошку. И обжариваю ее почти до готовности. Испанца вообще чаще всего картошку в фритюре готовят к этому блюду. До полной готовности картошку доводить не надо. Ей еще в соусе вместе с сосисками нужно будет немножечко потомиться, минутки 3-4. Кстати, уже можно присолить. Так, она почти готова. Отложу пока ее в сторонку. А теперь в той же посудине, в том же масле, обжариваю лук. На сильном огне, при помешивании. Минут 10-15, это так. Нужен хорошо закарамелизовавшийся, чтобы горечь потерял, чтобы сладость такая яркая выступила, чтобы красивый был. О, отличное состояние. Пора положить колбаски. Лук уже сладкий. И теперь обжариваю все вместе еще 3-4 минуты. И только после этого, как они слегка подрумянятся, добавляем пиво. То есть у нас сами колбаски в составе имеют пиво, еще и тушиться они будут некоторое время в пивном соусе. Вот видите, подрумянинность появилась, значит, пора. И теперь упариваем до загустевания. Кстати, тоже посолить надо. В некоторых заведениях в этот соус испанцы лавровый лист кладут, но мне больше нравится вариант без лаврушки. Видите, какой соус получился? То, что надо. Только сейчас возвращаю картошку. И перемешать. Еще несколько минут, картошка впитает в себя этот соус, пропитается ароматами и может садиться за стол. Да, конечно, можно такую штуку замутить с магазинами, колбасками, но все-таки это не то. Колбаски, в состав которых входит пиво, по вкусу значительно отличаются от того, что можно купить в магазине. Ну и пора попробовать, что получилось. Начну, конечно, с колбасок. Вообще-то их уже пробовал, конечно, да? Но эти еще и в пиве варились. Так. Слушайте, нужно хотя бы один раз попробовать приготовить самостоятельно сосиски, и вы не захотите покупать в магазине. Вот наверняка. Возможно, вы живете в месте, где какие-то совершенно божественные магазины сосиски имеются, но я в такие места давно не верю. Так, а сейчас по картошке, которая еще вот в этом соусе классно. Так. Ну, слушайте, это классная жареная картошка. Это обалденный луково-пивной соус. Пиво бывает разное, конечно. Я не возьмусь советовать вам, какое выбрать вам, потому что я понятия не имею, какое пиво продается в вашем регионе, какое вам нравится и прочее. Любой соус нужно настраивать под себя. Добавлять больше соли, и, может быть, сахар, если слишком какое-нибудь хмельное, в большом количестве хмелье, слишком такое с горчинкой пива. Может быть, еще что там захочется добавить. Но вот это сочетание, сладость лука поджаренного с пивом, мне кажется, очень хороша. И поджаренная картошка, она же дает свой крахмал, этот соус, этот крахмал потом в пиве, в соусе растворяется, и соус получается очень густой. Слушайте, это классно. Мне даже такая картошка с луком нравится больше, чем колбаски. Хотя и колбаски хороши. Попробуйте, попробуйте это блюдо, встаньте ближе немножко к Испании. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока! Калмаска на горшочке.